Вот это все те операции, которые могут быть выполнены при помощи данного приспособления. Приветствую вас друзья рыболовы, мои коллеги по рыбалке, мои зрители. Сегодня я хочу вам рассказать о всех возможностях этого маленького полезного рыбацкого приспособления, которое называется ПУК. Я уже показывал основные функции, которые оно умеет выполнять, я уже рассказывал и показывал почему это приспособление называется именно ПУК. А сегодня я хочу показать максимально все возможности данного приспособления, что при его помощи можно сделать. Ну и начнем. Первое, что можно сделать, это используя сторону с выдвижной иглой связать петлю. Хочу сказать, что я использую заведомо толстые лески для того, чтобы это было более наглядно на видео. То есть, ну получатся узлы немножко грубоватые. Итак, берем леску, складываем вдвое. Зажимаем вот таким вот образом. Задвигаем иглу вовнутрь и делаем два оборота. После этого выдвигаем иглу и петельку тут, где было сложено вдвое, захватываем иглой и иглу задвигаем. Вытягивая петельку через узел, получаем петлю. Выдвигаем иглу, отпускаем, смачиваем и производим до затяжки петли. Все, петля сформирована. Обрезаем лишнее и имеем хорошую рабочую петлю. Я буду все то, что мы сделаем, буду оставлять в поле зрения для того, чтобы потом можно было все эти операции, которые выполняет данное приспособление, посмотреть и сосчитать, на что оно способно. Теперь переворачиваем приспособление и берем ту сторону, которая имеет прорези. Сейчас мы привяжем крючок способом, который не зависит от того, с петелькой крючок или с лопаткой крючок. Для этого мы берем, но я только возьму леску чуть потоньше, вот у меня леска зеленого цвета, она немножко потоньше. То есть для этого мы берем леску, зажимаем на приспособление, вот здесь вот зажимаем, проводим в прорезь и выполняем необходимое количество витков. То есть в данном случае 5-6 витков достаточно. Протаскиваем леску вовнутрь этих витков и вставляем в приспособление крючок вовнутрь, стягиваем и крючок у нас уже привязан, то есть поправляем его, смачиваем и до затягиваем, вырезаем лишнее. Имеем привязанный крючок, тоже я его отсекаю и кладу рядом. Еще хочу сказать, что если крючок с петелькой, как в данном случае у меня, то можно поступить таким образом, можно протянуть эту леску в петельку и тогда мы получим вот такую привязку. Если крючок с лопаткой, то привязка получается вот такой. Возможно сегодня видео получится немножко длинноватое, но я покажу все то, что можно делать при помощи данного приспособления. Следующее, будем смотреть, как привязать нахлыстовую мушку, джигалоку или крючок с петелькой на стороне приспособления, которое имеет прорезь. Ну, можем посмотреть на примере джигалоку, то есть вот у нас есть джигалоку небольшая и мы ее привяжем. То есть джигалоку продеваем в петельку иглы, берем леску, берем леску, продеваем в петельку джигалоку, зажимаем это все дело на приспособление, и делаем необходимое количество оборотов. После чего протягиваем во внутрь витков конец лески и, как обычно, стягиваем с приспособления, поджимаем, смачиваем и делаем до затяжки. То есть вот таким вот образом. Дотянули, сняли головку, обрезали, обрезали лишнее. Вот. И получили привязанную джигалоку. Это третья операция, которую мы выполнили при помощи приспособления. Четвертой операцией мы сделаем соединение. Значит, я сразу хочу сказать, что можно сделать соединение хоть лески с леской, хоть шнура со шнуром, хоть в комбинации леска и шнур, хоть в комбинации леска разных толщин. То есть это не имеет значения. В данном случае мы возьмем леску и возьмем шнур. У меня здесь есть просто кусочек шнура, такой БУ, который уже с катушки снят. И он как тренировочный здесь может вполне поработать. Значит, для того, чтобы связать леску со шнуром, мы берем леску и берем шнур и складываем концами навстречу друг другу. Вот. Сложили навстречу друг другу. Далее. Одну сторону зажимаем на приспособление. И то, что у нас короткий кончик, то есть в данном случае шнур. мы оббиваем, заводим в прорезь и делаем необходимое количество оборотов. То есть, ну, в данном случае вот я сейчас сделаю там, не знаю, шесть, семь, восемь оборотов. Этого будет вполне достаточно. После этого кончик протягиваем вовнутрь. Со шнуром это не так просто, как с леской, поскольку шнур он более мягкий. Но я думаю, что мы все равно его победим. То есть вот протянул. Теперь снимаем это все с приспособления. У нас получился здесь узелок. Теперь переворачиваем. Вот таким вот образом. То есть тот узелок, который получился, теперь мы зажимаем на приспособление. Вот. Вот этот узелок, вот мы его зажимаем. Закладываем вот таким вот образом приспособление. И делаем обвивку необходимым количеством оборотов. То есть вот так вот. Завели приспособление. И теперь будем обвивать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. То есть делаем необходимое количество оборотов. Протягиваем леску через приспособление. Стаскиваем с приспособления. И у нас получилось, что мы имеем два узелка. Вот один и вот второй. Теперь мы их стягиваем. До. Затягиваем. Обрезаем концы ненужные. И лески, и шнура. Шнур. Шнур. Шнур хуже режется. Такими моими сталими. Ножничками. Тем не менее режется. Вот. Мы получили связку шнура плетенки с леской. Хорошая, надежная связка. Вот здесь нужно оставлять некоторые кончики. Ну, может даже и побольше, чем эти у меня. То есть можно вполне по пять, по восемь миллиметров оставлять. Для того, чтобы при прохождении через кольца это было легче. Вот. Теперь я это тоже обрезаю. И оставляю как выглядное пособие того, что у нас получается. Вот сюда. Следующая операция у нас идет. Привязывание к основной леске или шнуру поводкового материала. То есть это тоже может быть либо леска, либо шнур. Не имеет значения. Ну, скажем, привязывание поводка. Вот основная леска у нас желтая. И берем поводок из зеленой лески. Вот я беру кусочек зеленой лески. Это у нас имитация поводка, который мы будем привязывать к основной желтой леске. И выполнять мы это будем той стороной приспособления, которая имеет иглу. Вот мы сложили поводок с основной леской. Свернули и зажали между пальцами. Берем приспособление. Делаем два оборота. Выдвигаем иглу. И вот эти вот концы, которые короткие, короткий конец основной лески. И поводок протягиваем через образовавшуюся петлю. После этого смачиваем, естественно, и затягиваем. Обрезаем лишнее. И имеем поводок, привязанный к основной леске. Но это сделано при помощи выдвижной иглы. То есть той стороны приспособления, которое позиционируется как приспособление, похожее на брендовое дайвовское. Так. Вот это мы победили. Дальше. Теперь мы привяжем любое изделие, которое имеет петельку. То есть крючок, вертлюжок, та же самая мушка может быть привязана. Все что угодно. Любое изделие, которое имеет петельку, может быть привязано таким способом, как я сейчас покажу. При помощи стороны приспособления, имеющего выдвижную иглу. Как это выполняется? Вот мы берем изделие, берем леску и продеваем через петельку. Таким образом. Зажимаем. Берем приспособление. Вставляем вот сюда в петлю, где и крючок. И делаем на вилку порядка 8 оборотов. После этого выдвигаем углы, уберем конец лески и протаскиваем в приспособление. Вернее в петельку. Протянули, после этого затягиваем, смачиваем и производим затяжку. В результате мы получаем привязанный крючок. Очень хорошо привязанный крючок. Обрезаем лишнее. Обрезаем весь крючок. Вот то, что у нас получилось изготовить при помощи приспособления. А сейчас я покажу полный цикл изготовления поводка. То есть поводок, который может быть использован для любой оснастки. И изготовим при помощи нашего пука. Каким образом? Первая операция это привязать крючок. То есть мы берем леску. Зажимаем на стороне приспособления, которое имеет прорезь. Вставляем в прорезь и навеваем. Три, четыре, пять, шесть, семь. Достаточно. Протягиваем кончик вовнутрь литку. Вставляем крючок вовнутрь приспособления. Стягиваем узел. Поправляем узел на крючке. Смачиваем. Дотягиваем. И обрезаем лишнее. После этого вымеряем ту длину поводка, которая нам необходима. В данном случае поводок получится порядка двадцати сантиметров. Я беру приблизительно. Это не имеет большого значения. Складываю в этом месте пополам. Зажимаю. Зажимаю в руке. Беру приспособление той стороной, где есть игла. Прячу иглу. Делаю два оборота. Выдвигаю иглу. Беру эту петельку. И получаю в результате петлю. Смачиваю. Дотягиваю. Дотягиваю. И обрезаю. Мы получили поводок для оснастки. Который изготовлен при помощи пука. Используя обе его стороны. Сторона, которая с прорезью для привязывания крючка. И сторона, которая с иглой для вязания петли. Вот это все те операции, которые могут быть выполнены при помощи данного приспособления. Это все то, что я хотел сегодня показать. На этом я заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал. Я смогу показать еще много интересного. Надеюсь, вам всем будет интересно. При наличии тепла будут еще и подводные съемки. Пока я воздерживаюсь. И в связи с карантином. И в связи с самочувствием. Выходить в холодную погоду на водоемы. Пока мне не хочется. Посему. Пока-пока. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...